До аэропорта можно доехать за безналичный расчет. С июня в автобусе 116 маршрута введена система проезда с использованием транспортной карты. Воспользоваться услугой могут пассажиры всех категорий, а уже с июля нововведение планируется на маршрутах Московского тракта и в автобусе номер 117 до Сидоровки. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В 22 домах Кирова сегодня появится горячая вода. Специалисты Кировской теплоснабжающей компании заканчивают устранять прорывы на сетях. Они были найдены во время опрессовки, проходившей с 19 по 23 мая. По санитарным нормам нагретая вода в кранах может отсутствовать не больше 14 суток. То есть по закону должна была появиться еще 4 дня назад. Однако сейчас почти в сотне жилых домов ресурс отсутствует. В 77 из них из-за поломок на внутридомовых или смежных с КТК сетях. Еще в 20 из-за дефектов на трубах теплоснабженцев. Сейчас в теплоснабжающей компании потребителям приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Хотя по закону люди имеют право обратиться из-за отсутствия горячей воды в суд. Сегодня выпускники сдают математику. Это один из двух обязательных экзаменов. По предварительной заявке тест собиралось сдавать 2690 человек. Это не только 11-классники, но и выпускники средней школы прошлых лет. А завтра, 6 июня, аттестацию будут проходить те, кто закончил 9 класс. Они сдадут еще один из двух обязательных экзаменов по русскому языку. В Кирове до него допущено 3,5 тысячи школьников. Кировчан приглашают на утренние зарядки. Здоровительные мероприятия возобновились с наступлением тепла. Комплекс упражнений для них разработали лучшие кировские тренеры, сообщили в пресс-службе администрации города. Они не только помогают быстро прийти в форму, но и повышают работоспособность организма после сна. Зарядки проводятся по определенному графику. Он опубликован на сайте Кировской администрации на портале 9.ру.